Добрый день! Сегодня с вами Олеся Харецкая. И сегодня мы с вами поговорим на тему, как улучшить запах своего тела. Тема очень актуальная, касается, наверное, многих людей, потому что на самом деле приходит иногда такое время в нашей жизни, когда мы чувствуем, что что-то тело потеряло свой приятный запах и появилось какое-то, скажем так, неприятное. Почему так происходит? И что из-за этим делать? Как из-за этим бороться? Как выходить из этой ситуации? Обо всём, об этом мы сегодня поговорим. Я хочу сказать, что, конечно, проблема запаха тела является проблемой, в первую очередь, медицинской, проблемой, в первую очередь, нашего организма. Поэтому мы будем её рассматривать не с точки зрения косметических каких-то вопросов, а с точки зрения непосредственно своего организма. Что же произошло в нашем организме, что поменялся запах. Для начала хочу представиться. Меня зовут Олеся Халецкая. Я руководитель здравительного центра в городе Львове. Также я руководитель по системному обучению компании Smarty System. И сегодня мы с вами будем разговаривать в контексте непосредственно работы нашей сети-центра инновационной медицины Smart Life, наших результатов в работе. И сегодня мы как раз будем более конкретно общаться именно на тему человеческого здоровья. Потому что тема на самом деле для каждого очень важна. Тема здоровья, она всегда актуальна в любое время. В любое время, не только жизненное, не только в жизненном периоде, также и в любое время года. Поэтому сегодня будем говорить именно о том, что самое важное, наверное, для каждого в жизни человека. И общаться будем в контексте приборов Smart Life, которые выпускает компания Smarty System. Вот такие приборчики. Будем сегодня также говорить, как решить проблему. Именно сегодня у нас тема о запахе. Как решить проблему неприятного запаха, используя приборы Smart Life. Итак, давайте разберем все-таки, откуда появляется вот этот неприятный запах. Ведь и о чем он свидетельствует. Потому что у каждого человека есть свой природный аромат. И этот аромат, он абсолютно уникален. У каждого свой аромат. И, скажем так, и не повторим. Но в какое-то время мы начинаем замечать, что этот аромат становится каким-то не таким. Появляется слишком сильное потовыделение. Или же просто поменялся запах, и просто невозможно его терпеть. Что тогда происходит с человеком? Человек начинает усиленно мыться, усиленно какими-то косметическими средствами пользоваться. Особенно часто это тальк, присыпка, какие-то такие гиенические методы, которые забивают сальные железы. И на какой-то момент мы чувствуем, что вроде бы, вроде бы становится лучше. Но, к сожалению, это не решает проблемы комплексно. Не решает проблемы в принципе. Потому что неприятный запах нашего тела это проблема в первую очередь организма. И проблема, которая идет изнутри. И для того, чтобы ее решить, недостаточно просто посыпать себя какими-то присыпками. Недостаточно просто надушиться дезодорантом или вылить на себя бутылку духов. Это все имеет временный характер. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно разобраться, в чем же ее причина. Какие же причины могут быть? Ну, есть как бы разные подходы к этому. Я бы сказала, что причины индивидуальны. Во всяком случае, как бы я сталкивалась всегда с разными вариантами, индивидуальными причинами. Но есть такие, как главные, скажем так, пути, куда мы можем пойти, в какие двери, для того, чтобы установить причину именно неприятного запаха тела. Один путь – это, если же у человека, например, проблемы с почками из выделительной системы, соответственно, неправильно работает вся система выделительная. И именно из-за того, что почки перенапряжены, могут быть вот такие вот проблемы, именно неприятный запах. Если мы устанавливаем, что у человека проблема именно с почками, тогда мы работаем именно с этой проблемой. И комплексно начинаем работать, начиная с того, что мы начинаем лечить почки. Не из того, что мы налили на себя каких-то косметических средств, а непосредственно лечим почки. И буквально уже через несколько месяцев мы можем получить замечательный результат. Запах изменится. Какие программы на приборе Smart Life мы можем поставить? Ну, во-первых, это программа регуляции и очистка почек. Сейчас мы посмотрим. Вот так вот мы запустили прибор. Выбираем кнопками, да, нужный нам раздел. У нас эта программа находится в разделе терапевтические наборы. Да? Заходим в него. И выбираем у нас наборы для регуляции жизненно важных функций. Почему бы мне хотелось именно об этом поговорить, да? Вот его просто нужно немножечко понайти, потому что он на букву N, этот набор. Наборы вот такие для регуляции жизненно важных функций. Мы начинаем с буквы A. Вот. И уже мы практически дошли до этих наборов. Вот у нас наборы для регуляции жизненно важных функций. Мы выбираем эти наборы. И у нас тут есть замечательная программа. Вот. Глубокая очистка организма. Тоже нам подойдет, да? Для этих целей. Вот. Например, вот регуляция очистка почек. Ну, это я бы ставила на регуляцию ЖКТ. Сейчас я курсор наведу именно на вот эту программу, да? Регуляция очистка почек. Также есть программа в терапевтических разделах. Есть программы почки. Есть программы почки контрольные частоты. Почки у женщин слева, почка у женщин справа. Почка у мужчин слева, у мужчин справа. Весь перечень программ можно посмотреть на сайте smart.sostom.com в разделе Smart Life Programs. Я просто не буду сейчас все, каждую программу показывать. Я хочу просто показать, что в приборе мы можем даже вот эту программу поставить и уже комплексно подходить к своему здоровью. Уже включая даже эту программу на 40 минут, мы можем решить какие-то свои проблемы, да? Мы можем решить вот эту проблему с неприятным запахом буквально за неделю-две, отрегулировав работу своих почек, да, с помощью прибора. Абсолютно безболезненно. И при этом даже не заморачиваться над каким-то набором. Просто одной программой каждый день работать в этом направлении, если мы знаем, что у нас причина именно вот в этом. Но есть также и другие причины. Еще какие могут быть причины неприятного запаха дела. Это причины могут быть связаны с гормональным дисбалансом, да? Это причины, связанные с неправильной работой эндокринной системы. Очень много программ, в том числе вот в наборах у нас есть регуляция эндокринной системы. Можем подходить вот так вот, да, 40 минут комплексно подходить, да? Можем расписать комплекс более глубокий, если мы знаем конкретно с чем мы работаем. Можно даже на определенные гормоны влиять с помощью прибора Smart Life. Если вы знаете, какая у вас конкретно проблема, вы заходите на сайт smartysystem.com, в раздел Smart Life Programs, перечень программ кнопкой Ctrl-F, поиск по сайту, выбираете свою проблему, пишете, да? И вам ее находит, такую программу в нашем перечне, да? Соответственно, очень удобно, можно прямо уже посмотреть, есть ли те программы, которые вам нужны в списке программ прибора Smart Life. Но я вам скажу, что 5000 программ позволяет на любой вкус подобрать программу, подобрать лечение. Вот. Эндокринные заболевания, да? Как бы это еще одно направление, которое можно с помощью прибора решать, и можно, скажем так, получать очень хороший результат. Вот. И также влиять на те органы, которые непосредственно отвечают за эндокринную систему. Ну, это тот же тимус, гипофиз, гипоталамус, вилочковая железа, да? Все это тоже есть, вот такие программы в нашем приборе. Еще один важный, скажем так, сегмент, третье такое направление, да? Отчего может улучшиться запах у человека, запах его тела, да? Это непосредственно паразиты, да? Которые поселяются в нашем организме, делают интоксикацию в нашем организме, да? Выкидают токсины, соответственно, нашему организму тяжело, да? С ними работать, с ними бороться, их выводить постоянно, да? И он также дает, ну, вот такие неприятные симптомы. Как же побороть этих паразитов? У нас тут есть антипаразитарная программа. Если мы знаем по имени, какой паразит конкретно вызывает это у нас, это может быть бактерия, может быть простейшие, могут быть даже гельминты, да? Я уже не говорю о грибках, которые часто поселяются в нашем организме, именно на кожных покровах и могут делать очень неприятные такие последствия давать, да? Соответственно, все это мы можем запрограммировать из раздела антипаразитарной программы. Узнав предварительно, конечно, причину, потому что прибор работает точечно, как снайперская винтовка, попадает четко в цель и убирает только того паразита, которого мы хотим, именно с тем патогеном, с которым мы хотим, скажем так, его убрать. Вот. И вторая часть – это детоксикация, да? Очистка и детоксикация. Очень важные программы. Их можно ставить и когда у нас с почками, потому что это тоже говорит о том, что есть интоксикация в организме. Вот. И когда мы с паразитами работаем, обязательно ставим программы на детокс. Какие же это программы? Это детоксикация. У нас так и называется. Детоксикация – очистка почек. Вот. Почки, лимфа, печени и так далее, да? И детоксикация, выведение токсинов – очень важная программа, тоже нужно ставить. Лимфа и детокс – есть замечательная программа. И также программа глубокая очистка организма, которая, если предыдущие все у нас в антипаразитарных программах, то программа глубокая очистка организма находится в наборах программ. И непосредственно ее можно найти в наборах программ. Какие еще могут быть состояния, да, в которых меняется запах человеческого организма? Ну, во-первых, если человек подвержен стрессу, да, это тоже может влиять так, что у нас получается такой небольшой гормональный дисбаланс, и это может, скажем так, выливаться именно в такие вот вещи. Мы можем работать, конечно, с гормонами, то, что я уже говорила о эндокринной системе, но если мы подвержены стрессу, то желательно, конечно, работать также и с причиной, желательно, конечно, проработать этот стресс, от чего он получается. Что касается психологических каких-то аспектов, то, безусловно, важно это делать и с этой стороны, но что касается прибора Smart Life, тут мы тоже можем найти программы, например, программа антистресс, которая поможет справиться именно и с стрессом и почувствовать себя, ну, физически лучше, да. Конечно, мы не говорим, что после программы антистресс у нас пройдет депрессия, там, придет там все, что мы хотим и так далее. Было бы, конечно, неплохо, но, тем не менее, пока еще таким образом мы не можем влиять на наш организм, да, чтобы все приходило, да, но, тем не менее, с помощью программы антистресс можно просто расслабиться и просто почувствовать себя лучше конкретно в этот момент времени. Что касается программ, да, которые есть в приборе Smart Life, я уже говорила, что все они у нас есть на сайте, программ есть более 5000, вот, вы можете из них составить себе индивидуальный комплекс, пройти консультацию у врача в сети центров Smart Life, вот, и узнать, какая же причина конкретно у вас и что с ней нужно делать, как с ней бороться. Вот, ну, еще хотела сказать, что бывает также, например, при беременности, когда меняется гормональный фон, так же может меняться и запах тела, вот, соответственно, это также несет такой временный характер, но, тем не менее, даже в это время важна поддержка для органов фильтров, да, таких как почки, соответственно, программа детоксикации печени почки не помешает даже в такие периоды жизни. Вот. Я желаю всем, в первую очередь, здоровья, желаю подходить к своему организму основательно, да, чтобы все всегда проходить вовремя и начинать лечиться не за 3 дня до смерти, а за 3 года до болезни, как говорит восточная мудрость. И наше тело как раз сигнализирует нам, даже неприятным запахом о том, что уже пора на что-то обратить внимание. Поэтому не думайте, что это просто косметический симптом. подходите к своему здоровью с умом, да, подходите к своему здоровью с умом и с прибором Smart Life, и тогда будет все намного проще решать и намного легче выходить из сложных ситуаций. С вами была Олеся Калецкая. Всего хорошего и до новых встреч!